Люди огня Ян, люди огня Инь. Для людей огня что пришло? И сразу с вами вспоминаю наш Усин, это основа всей метафизики. Для людей огня пришла вода, это власть, о власти мы уже немножко поговорили с вами, и пришел элемент денег. Вот люди с сильными картами очень хорошо могут заработать, увеличить свой доход в текущем месяце. Какие-то проекты появятся, потому что вот деньги пришли, причем если мы говорим с вами о деньгах огня, не огня, а металла Ян, для людей огня Ян, то есть это гонорары, какие-то дивиденды, это какие-то дотации, возможно, может государственные какие-то, то есть не то, что даже единоразово, такие крупные суммы. Если же мы говорим о правильных деньгах, то есть, например, для людей огня Инь, пришла обезьяна, и это вот стабильное богатство, а стабильное богатство это уже зарплатные деньги, соответственно, можно говорить о повышении зарплаты в текущие месяцы, потому что пришла эта энергия, то есть мы приходим в магазину в тот период, когда этот магазин работает, у него двери открыты, и есть там тот товар, который вам нужен. То же самое сейчас, человек огня Инь, вот он думал, давно ему не повышали зарплату, то возможно, вот у него увеличился его функциональный объем, да, он больше стал делать, соответственно, ну вот, вот необходимое время, и вот как раз тут это время пришло, что можно подойти и решить этот вопрос. То есть для людей огня Инь приходит энергия, связанная с увеличением финансов, а именно зарплатные деньги, да, и тоже элемент власти. А власть, мы уже с вами о власти только что много говорили, это и о карьере, это и о мужчине для женщины, для женщины, и также о непосредственно самой власти. И, кстати, элемент власти очень часто еще людям легче собраться, да, вот человек, он может себя так сгруппироваться, собраться, там, период, когда можно заняться тайм-менеджментом, да, может, давно вы планировали внести какие-то новые привычки в свою жизнь, вот в периоды власти это легче всего делать. Вот почему, кстати, бывает, что один человек решает, все, я встаю там 4.45, это я так встаю 4.45, встаю 4.45, и да, у него получается все хорошо, а у другого, ну, сегодня получилось, а завтраке получилось. Почему? Потому что у первого власть сильная, а у второго в самой карте сложная, этому человеку сложней, больше надо приложить сил, да, чтобы у него получилось это. Соответственно, и это не говорит о том, что кто-то там более ленивый, а кто-то менее ленивый. Легче учиться, да, когда у нас сильные ресурсы, например, да, то есть уже вложено в нас, либо легче, когда вот уже, уже где-то в нашей самой генетике или где-то в наших, в каких-то, в нашей дате рождения, да, вот эта энергия сильная. И тогда, конечно, нам легче. То же самое два человека. Ну, один быстро полнеет, ну, чуть-чуть там, ну, не знаю, он говорит, я только понюхал в шоколадку, я уже поправился, а другой может и кушать, и всё хорошенечко там, и позволять себе и больше, чем одну шоколадку съесть, и у него всё хорошо с обменом веществ. Почему? Потому что вот первый человек, скорее всего, у него очень много земли и много воды, и людям землой и водой очень сложно держать себя в форме. Человек, например, вот элемент воды, я на обезьяне. Вот люди такие, они всегда в форме, им наоборот, у них вопрос, как поправиться очень часто. Ну, это, правда, я по одному только элементу сказала, двум вернее, только по дню, например. Или там, когда земля перегретая в карте, тоже может кушать, кушать, кушать человек, он не поправится. То есть, да, у нас мы каждый, каждый из нас абсолютно разный. Каждый с определенной матрицей уже родился. И исходя из этой матрицы, это кто-то, кому-то легче что-то делать, а кому-то больше надо приложить всем. Дальше, друзья. Значит, с огнем мы разобрались. Для людей огня, ян, огня, инь, пришел элемент власти и пришел элемент денег. В неполезном элементе, если деньги для вас не полезные, ну, деньги всегда полезные, но если так сложились энергии, деньги не полезные, это говорит о том, что могут быть расходы. Когда приходит элемент денег, неважно, полезный, неполезный, это всегда о финансах. И тут важно, полезные увеличиваются эти деньги, неполезные уменьшаются, то есть идут расходы. Вот почему и важно очень понимать полезность своих элементов. Спасибо. И разобряем. Спасибо. Продолжение следует...